всем привет большинство наверное из вас знает что пятерки вели люмен и это используется в основном для того чтобы рендерить какие-то красивые вещи но некоторые используют для игр пытается как говорится вроде все отлично да все красиво все изначально включено то есть когда мы загружаем движок у нас все включено люмен но правда он что правильно съедает какие-то наши определенные значения от видеокарты от процессора в общем но у этого метода есть куча недостатков вот один из них вы видите слева она побежал побежал вот эти такие вот проблемы до артефактики то есть когда вы передвигаете какой-то элемент видите у нас все тени мерцают есть какие-то засветы это от некоторых можно избавляться но некоторые прям до сих пор еще не побеждены это вот допустим проблемы с какими-то стеклами то есть прозрачными материалами ну естественно производительность пока еще тоже не оптимизировали до такой необходимости чтобы люди выключали люмен смотрите заходим project settings мы проходим во вкладочку я на рендеринг да и у нас здесь естественно много всяких настроек и вот где-то в середине у нас есть динамика global illumination метод у нас сразу включен люмен но для всей игры люмен это не знаю мне кажется это чересчур потому что не у всех есть хорошие видеокарты процессоры и куча оперативной памяти и так далее всяких нюансах которые потребуются для обработки множества моделей и освещения reflection метод у нас тоже включен люмен изначально но для качества мы можем использовать reflection capture до resolution то есть он по сути у нас кратен двум данном случае если вы хотите уменьшить допустим это качество вы можете сокращать на 2 то есть это либо 64 либо 32 там до либо 16 либо 8 и так далее но и увеличивать то же самое 1024 там 2048 но как бы 512 256 естественно так ну давайте поставим 2048 пусть у нас будет максималочка также можем включать так скажем наши естественно виртуальные тени у нас кстати тоже съедают какое-то количество fps а тоже большинство выключает ну и с одной стороны правильно потому что не все ничего умеет пользоваться виртуальными текстурами вот этими виртуальными картами тенями и всем этим существом теперь мы можем также поставить hardware до raytracing галочку но для этого нам необходимо перезагружать движок ну и raytracing shadow мы тоже можем включить для прям качественного рендеринга люмина ну как качественно все равно есть артефакты и они будут чтобы чтобы не не сделать не это мы заметим сто процентов ну и если мы включили саппорт hardware raytracing да то есть и здесь у нас raytracing мы можем включить и light мод да то есть но это уже с поддержкой rtx видеокарт мы не трогать не будем но давайте перезагрузим и мы посмотрим вообще что получится более-менее качественное как я и сказал у нас есть куча проблем во первых вот сейчас у нас стоит видите да мы залетели в тень и у нас начинает свет так скажем появляться в глазах образно ну давайте мы это исправим с помощью допустим нашего постпроцесса валью растянем его до на данную сцену допустим это у нас будет вот такой вот кубик которым мы поместим эту комнату ну и здесь есть экспрессию минимальный uv100 и максимальный uv100 для того чтобы у нас не было ни затемнения ни освещения когда вылетаем на свет или же темноту мы ставим минус единицу единицу и вот это вот у нас основное мы видим да как вообще работает этот люмен то есть вот тени отражения световые да это у нас преподают попадание света на какую-то модель начинает отражаться и и свет мы можем установить ее здесь но здесь естественно свет у нас получает мало отражений если мы конечно же не будем ставить какие-нибудь части в виде эмиссив кава то есть мы установили допустим материал эмиссив кава и естественно он нам подаст какие-то затемнения освещения смотрите постпроцесс у нас может являться неким элементом которые взаимодействуют и исправляют какие-то некоторые нюансы так мы сейчас пройдем global illumination да здесь есть метод метод lumen и reflection тоже метод lumen люмене global illumination есть кое-какие настройки допустим есть настройки которые мы практически не увидим есть настройки которые мы очень хорошо увидим то есть это мы сейчас наполнили сцену деталями и у нас вот эти артефакты большей части ушли но естественно вот вот эти улучшения у нас будет слишком влиять на затраты по видеокарте также мы можем качество настроить то есть если мы уменьшим 0 естественно у нас побегут эти артефакте ки по освещению даже если мы увеличим качество сцены детализации да все равно финальный проход качество у нас тоже будет влиять можно конечно поиграться с этими настройками да мы практически вот сейчас финальный уменьшили но увеличили детализацию возможно это как-то повлияет на производительность но естественно мы сейчас если даже fps покажем она у нас не даст никаких результатов потому что во-первых мало деталей мало элементов освещение определенного и также давайте сразу уточню что если мы сейчас видим на наш люмен это у нас стоит качество вообще определенных значений да вот то есть shadow global illumination epic shadow epic и reflection epic ну то есть такое да вообще люмен работает у нас high и epic ну то есть и cinematic естественно но смотрите как у нас здесь все поехало но это потому что я конечно отвел от получается нашего реал тайма из-за этого она так едет но если мы поставим метод медиум или лоу у нас практически люмен выключается и если вы вдруг хотите допустим я сейчас high включил люмен у нас появился если мы переключим допустим shadow и reflection ладно reflection мы оставим еще будет какое-то движение то есть мы не выключаем наш global illumination наш reflection и по сути так ну вот еще это у нас что было и и еще какие-то элементы у нас но эффекты видимо тоже влияют давайте посмотрим а нет но это просто у нас подглючивает иногда ну то есть вы можете практически все выключить нули ну мы чуть-чуть оставляем shadow на медиум и люмин у нас отрабатывает но естественно как видите да чем мы дальше находимся от освещения тем больше косяков вот это конечно проблема но и если у нас стоит какое-то допустим какое-то освещение корректно освещение будет работать если у него стоит mobility либо static то есть либо стационарите либо моего если у нас стоит static естественно люмин с такими не будет нормально работать ну да я здесь слишком переусердствовал но кстати можно использовать какие-то определенные значения как видите да то есть я ставлю единицу и он прям вообще вовсю начинает светить ну естественно вот эти проблемы будут преследовать людей использующих люмин но так естественно все это красиво но как мы можем сделать для оптимизации просто берем выключаем наш люмин ставим старую систему скрин спейс по сути то есть и туда и сюда поставим допаять давайте сохраним нашу карту как видите если мы допустим то что у нас сзади солнце находится освещение не очень хорошее да то есть тени яркие но это принципе нормально давайте увеличим размерность нашего постпроцесса и мы влетим в него у нас сейчас включился люмин потому что в постпроцессе я выставил настройки по методу глобальное освещение люмин ну и reflection тоже у нас метод люмин стоит то есть по сути вы можете какие-то помещения вставлять вот такие вот боксы постпроцессов и настраивать и как необходимо также можно настраивать не только люмин ну и rtx образно сюда уже внедрять да то есть это глобальное это освещение так ну давайте вот этот мы удалим отсюда если мы будем двигать по освещению да то есть вы видите попадая свет во первых есть какие-то чуть-чуть задатки то что у нас идет отражение вот допустим от этой фиолетовый фиолетового конуса давайте уберем этот фиолетовый конус поставим зеленую штучку тоже он сейчас чуть-чуть попадает солнечный свет и наша комната начинает освещаться зеленый цвет ну естественно все это вот происходит переотражениями определенными чем больше элементов с цветом образно попадает чем ближе чем ярче в общем все это глобально влияет на освещение и взаимодействие люмина то есть но и зависит естественно от материалов то есть если у них есть какие-то отражение части до освещение какие-то настроечки определенные естественно он может не воспринять допустим как вот этот цвет либо вот этот цвет то есть материал все это глобально будет влиять в общем надеюсь это было видео хоть как как-то полезно до скорой встречи всем пока